господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешево номер 339 события дня это как эпиграф взято не любить мир этот эпиграф никогда не уйдет он на каждый день мы буквально окружены этим что люди ходящие в храм бога не знают дружим с этим миром если ребенок сидит дома мать заботится ребенке чтобы он не погиб это уже и мать плохая надо как все он должен быть таким-то вот смелым сильным батюшка рассказывать я сына отдал там единоборство там борется куда или там еще какие-то спортивные школы чтобы мог защитить себя да не защитишь не нам счета были чемпионы мировые какие угодно леонов николай был ну еще едут они 28 человек в автобусе ракета прямым попаданием и что осталось открою и пусть и то поскорее маленечко пожалуйста а то она пропадет тут и окошки говорю в армии открытие у нас холодно по подпал залезть и открыто если стоит все время оттуда как колорифер дует но на улице это вот завтра уже должно быть посадка 34 градуса мороза это уже холодно сейчас затопил печь и тогда только посчитали слово божие кто хочет быть другом мира то становится врагом богу тут по-нашему сказать так допекли это янговый этот яков говорит сегодня попробуй это вот это это не верят люди а при чем тут враг божий какой враг вот мы говорим людям нельзя в карты играет а почему нельзя наши дедушка бабушка играли там и лото еще только не было и и были верующие какая-то вера ваша фанатичная там злая негодно то есть люди на полном серьезе ходящие в церковь причащающиеся они не рождены не просвещенные слова божие не знают надо учить разуметь оправдывать себя ведь если человек ничего не производит нигде он паразит паразит просто есть чужой хлеб и все чужое у него но это за 15 сегодня у нас 16 за 15 ноября 16 года еще прочитайте вот 4 место писания говорящие о мире как мир реагирует на наше появление где-либо как говорил патриарх алексей второй нас считали за людей второго сорта да ладно бы еще за второе сорта то будто вот а забутили буквально брали классу принадлежит некачество если там человек боялся слова сказать его спрашивает он молчит все равно пришли забрали расстреляли казачество дворянца пришла власть сатаны власть тьмы сколько несправедливости фашизм судили нюрнбинским процессом потом вылавливали везде этих фашистов нацистов по всему миру эйхмана там находили везли вешали а коммунисты сотни раз больше зло сделали и делают и нужды нету они отравляли весь мир вся эта смута и рождение гитлера и и поход его это все из-за того что здесь вот такое было это господь дал этот бич разрушить эту мерзость империю зла империю лжи и дальше посвящается всем ушедшим из православной церкви и вот два ролика я увидел у сергея взяла путь благовестника контур нажать левый крайний угол держать а потом держать и одновременно после этого нажать курсора на это место и сразу на этот ролик перейдешь наша вера православия александра жукова господи в разуме александра двоха страшно ведь как гордыня разрушает и душу и семью и здравый смысл урок для меня вот александра жукова взяла для себя она прочитала комментарии ну тут есть в дом пашкова и лапкина сергей сделал ролик очень поучительный ничего этого не видят ненависть отнимает полностью здравый смысл предвзятость не дает здравого мышления а злоба вообще отнимает разум и сидор пилосиот говорит и дальше в интернете нашел вчера профессии паразиты в современном мире я сколько об этом говорил да ну что вы такое слово паразита к человеку как а вы вокруг посмотрите в городе особенно идешь одни компьютеры сидят там играют во время работы играют в игры дальше сидят ну ничего не делают вот убери эту посоздание 6 этажей ничего не изменится ничего не производит у нас играют барабаш фермера небольшой там 200 и чем-то гектар но это гектар на машинах на больших вывозят зерно это не одна булочка то гречиха авиос овсяные эти пряники там и про прочее вот рядом живет фермер андрей долгов 7600 гектаров тысяч вообразить у тебя сотки там 6 соток это 6 соток это нужно гектар-то недель там где-то 60 почти на 15 хозяев один гектар это гектар 7600 сколько же он кормит паразитов самые нужные специальности это сельское хозяйство это сеять убирать скотоводство пчеловодство все что кормит человека второе по до важности это одежда человек в раю был и ничем не нуждался но и уже он питался это все из рая происходит второе одежды заметили что ноги надо одежду шить все одежду бог дает им сначала сам шкуру убитого там медведя или льва леопарда это первое второе но что это но это текстильная промышленность там что шьют хлопок собирают то что одевает человека это и зверей ловят и третье это жилище адам был выгнан где он ночевал первую ночь тоже тоже было не то что полгода ночи полгода день это же на юге было где-то ночевала вот эта пещера его жилище сегодня это строительство строительство жилья строительство то что необходимо прикрыть оборудование что работают заводы строитель вот а остальное конца края нет вся эта журналистика все проще все это там в конце особенно эти писатели фальшивые лживые их ни одного и нет сегодня писали восхваляли советскую власть там восхваляли фашиста в другом месте восхваляет буду ну каждый свое делает проверяет стоит с вылизанной чашкой в очереди на кухне на раздачу где-то вот смотрите как говорит даже автор не знаю кто сегодня мир погрузился в тотальную урбанизацию ну то есть город надо поехать а лев толстой говорит хочешь развратиться поезжай в город назначение города разврат рождается много профессий которые не свойственны предыдущим эпохам ну а какие ну кто это знал слова такие менеджер брокеры разные вот сколько насыплялось на продаже квартир на земле ипотека конечно самое зловредное что есть самое страшное это банки в кредит дают под проценты почему в ливии вообще-то мусульман так что если банк и дает под проценты ему смертная казнь это грабитель это убийца расставщик кровопийца это и он никогда не убрать банки люди резут туда ипотеку разное берут и потом выплачивают два-три раза больше государственный долг занимает где-то америка это вся в долгах аграрный сектор всеми способами пытается растоптать и сделать придатком перерабатывающих корпораций которые берут хлеб там мельница и прочее главное вырастить даже не все убрать остальное то есть пшеницу можно размочить и съесть и ты останешься живой вчера одна тут лежу она про войну рассказывает мы дети были умирали с голоду и выходили на поле чтобы кочерыжку найти листья капустная но не могли дождаться ягод падала на снег и грызла кочерыжку как заяц кочерыжку вот вообрази снегом занесенная капуста ребенка своей водой а где тогда было роспотребнадзор да никто не знал этих слов роспотребнадзор то 110 тысяч это все люди которые ничего не производят а труженик сельского хозяйства он просто уязвимый на счет рано дожди пошли то стояла без дождей тут дожди и урожай ушел под снег все пропало сколько горючего сколько трудился нас допустим старостом фермер он держится за счет только скотины туда вкладывает дует обрабатывать сливки привозит город продает купил трактор работал горющее покупал и ничего нет нуль нуля сколько труда не до спанных ночей и горющее то повышается а пища на продукт этого питания остается на месте там про там какие то копейки то есть не не возвращается вполне очевидно что нас не может не волновать паразитирующие профессии которые нарушают природный баланс производства и потребления экономический факультет исторический ну все это разобрать они ничего не дают они только вредят даже сама специальность немного про этот баланс село уже сейчас натягом кормит город а этот самый город мало чего производит для потребления и идет процесс импортозамещения то есть заводит откуда-то в данном контексте проживающие в городе люди по большей своей части является кровососами в образом смысле конечно я когда говорил об этом да вы что домой ну тут вот идешь смотришь какой-то там рост нефти они не производят нефти сколько этих организаций лукойлы нужно это нужно но сколько их там цены повышают и повышают увеличивать количество людей в этом я говорю а зачем столько милиции это было у нас летное училище высшим и агационно а сделали миль расформировали убрали одним рощадком президентом ельцин я был как раз на закрытие я там у когда-то вел занятия я говоря почему убирают как они прощались маршем проходили офицеры курсанты и вдруг все на улице оказались милиции нужно воров ловить у нас все машины то одни горит ворует убегает а другие за ними гоняются разные оборотни все это кровососами сразу просим простить нас людей тех профессий которые мы будем критиковать в этой статье помните что не лично вы и ваши качества подвергаются критике а сама суть профессий и так самое главное паразиты это банкиры и банковые служащие банкиры везде где есть это не те которые пенсию да и дают там выдают к ним это не касается с нетерпением жду когда банкоматы заменят кассиров операционистов банки загнали по последним данным 60 миллионов россиян в долг половина людей в долгах из них 30 процентов уже не могут платить по кредитам почему проценты эта профессия направлена исключительно на высасывание денег из людей они дают деньги а забирают пока этого не поймут люди ничего не изменится вот мы устав составляли людей потеряевки село восстанавливаем православное не брать нигде ничего в долг и все уже 25 лет и нигде никто не брал ни разу в устав внесли и так не надо брать но он и есть банк они кого нет они посидят посидят год не нет никто бы не пришел в банк за год и все лопнуло бы сдохла собака за хвост да в яму пока не поймут этого люди но не понимают значит будут рабами должник делается рабом взаимодавца вот почему а это евреи то другое но ты не иди в этот капкан то евреи они работать не будут в шахтах они не будут как рыбаки рыбачить там мерзут погибают на сейнерах своих вторая профессия которая является полностью паразитом это страховщики тут вообще нет никакой пользы в каждой стране они законодательно вводят хоть на что-то обязательное страхование и потом как кровососы вытягивают деньги ежемесячно или ежегодно даже хочешь не хочешь они туда вставляют и чтобы им осчисляли когда же наступает страховой случай они делают все для того чтобы не выплатить деньги вот у нас за зайну дина фьюра был жена светлана двое ребятишек сергей амфир и он застраховался зачем непонятно заплатил деньги на работе все поехал и дорога его говорят убили и прямо напротив потеряевки его выбросили и нашли уже там через несколько дней там кто ягоды брал но застрахованы осталась одна жена денег не поскольку она не ходила сколько не хлопотала и эксгумацию это бьется там еще куча в червей нету ничего так и не отдали деньги это не паразиты это бандиты самые настоящие бандиты третья профессия которая вызывает отвращение это юристы и адвокаты эти люди делают все для того чтобы оправдать винову виновного или посадить невиновного они как навозные жуки которые знают говно отлично но делает все чтобы его исказить найти лазейки интересно и все ради своей пользы но я знаю верующие юристы верующие там нужны чтобы от этих неверующих спасти опять же спасает от юристов вот что она делает тут же как она кайфует а не будь безразличен потому что потеет подмышки кошка там как видимо от сердца это валерьяновый запах и она буквально рвет пиджак смотри что делает натирается я просыпал как-то корень валерьяна в сарае там коты буквально со всей округи собрались вот что-то есть у них так дальше четвертое всего четвертое по отвращению профессии это моногеры какое слово и писать даже не хочу эту профессию правильно так как это зомби это улыбающиеся зомби которых программирует на продаже я даже тоже может не догадался что такое моногеры менеджеры 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 может быть но так и есть вот помогает они там ну и по квартирам которые сколько же денег берут человека нельзя продать проще лоббируют интересы депутаты законодательное собрание я пришел в отдел это представитель президента федеральный инспектор ну и помощники я вижу такие как журнал это что это новая заказа законы которые вышли а кто считал да никто ни один человек никогда не просчитает сколько и в каждой области законодательное собрание голосует набирают получает деньги депутаты депутат не один не нужен совершенно не нужен депутатский корпус ну как 300 лет романова династия была и как только дали вот эти депутаты и все и пошло и россию пустили под откос из всех видов самая может быть наихудшая форма правления и замыкает пятерку самых вредных профессий это госслужащие сколько бы они мне не попадались на жизненном пути все одно туда попадают вполне образованные люди но занимаются они чаще всего форменным идиотизмом а иными словами отличным строительством золотых замков на бумаге которые там и остаются они занимаются всем чем угодно кроме как трудом на благо родины сюда относится естественной политики вот образует разные факультеты все новое и новое по изобразительному искусство что это такое художники нет ни художники вот все это такое промо особенно в землю когда начинаешь приватизировать или что-то придумали вообще сказать нельзя жили люди никто не приватизировал живет в деревне придумали почему новая должность работать не хотят кормить надо себя прелюбодеек но всю свору около нее гуляют пьют и какие цены то вот у меня земля здесь чтобы приватизировать землю 60 тысяч заплатили тысяч а у меня пенсия 6000 это означает что я должен год не пить не есть вот два моя домика все уже домовые книги получил нет надо разделить сами опять по-новому начинается все но уже замерено нет надо прийти что он пришел он приходит замеряет заплатите пять тысяч пять тысяч заранее заплатить я должен идти где-то занимать в долг листи ну дальше это следующий этап а его не делают не делают они идут очередь приходит а когда очередь приходит а подпись у которой он поставил по депо что замерил землю там приходил так сон там архитект земли мерли а она только дается допустим на три месяца кончилось теперь снова его призывай ну то есть бандиты государство обманщиков поддержит если так поле как он называется политологи а что это такое специальный факультет политологи да самые умные политологи ничего не знают один политик внезапно изменил свое мнение все сегодня обнимается завтра ну кто думал выставки рядом были советская немецкая рядом прям перед самой войной и в мыслях ни у кого не было что будут злейшие враги будут биться четыре года уничтожат у себя людей и везде никто не знает или какое религиоведческий факультет а что это такое религиоведческий это а христе нет не христе а изучать другие религи ну кому надо бери изучай я дома изучал сам достал книги то есть надуманные факультеты их выпускает много академисты а куда их никуда у нас тут сколько есть мы пошли работать на стройку после этого настройку с высшим образованием кончили отлично ненужное писали две сестренки очень рано школу закончили чуть не в 10 лет и институты закончили скороспешно а нигде не нужны писали о них сколько фамилии даже не знаю потеряю устроили один пишет у меня два высших образования высших то есть высочайших каких-то но делать я ничего не умею а у другого образования нету фазо одно все любой холодильник любую машину любой магнитофон все знают компьютеры пошел на компьютерах уже все ремонтирует знает вот это то что необходимо востребовано без этого человек не может жить вот электроэнергия но сколько их там на цеплялась то на этом но она нужна это да нужно даже на нужном и везде паразиты весной выгонишь коров придет бык корова обираешь и убираешь на шеи нависнут вот такие вот как ноготь с пальцем висят а в маленький клещ надуется ну куда их собака придет вся в клещах иногда 20 клещей за день собаки только снимаю им надо это паразиты кровососы комарами облеплено это караваса кровососущие можно обижаться на эту статью но вот какой смысл обижаться это на правду писатели что-то пишут журналисты возьми вчерашняя газета любая уже выброшенной все то узнают где-то жареная тема ничего этого не надо вот эти выборы сколько же миллиардов тратится на это выборы в местные советы назначать губернаторов конечно назначать зачем выбирать то выбирать могут проголосовать поделать и все он царь он должен набирать себе команду а не те которые он чтобы через день были против него юрий соболев мир вам игнат тихоныч возник вопрос неоднократно слышал от вас разъяснение стиха в котором бог дает обетование аврааму еще аврау аврааму я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя проклянул то есть не злословь семя авраамова да у тебя ничего не получится ты будешь проклят тебя будут враги со всех сторон городе смысл которого закрещен в запрете кого бы то ни было на проклятье евреев какого ни было бы кому нужно кому бы то не было кому бы то не было давательный поддерживает смысл которой цияно запрете нет кому какой бы то ни было направо Какого? Нет, какого здесь? Какого? И напротив, быть благодарными им за Слово Божие, а сохраненное для всех народов. Согласен полностью. Ну вот, то, что я говорю, он согласен. Но вот считает толкование святого Иоанна Златоуста на этот стих. Все эти божественные обетования действительно и оправдались на последующей судьбе потомков Абрама. Как плотских, то есть евреев, так и еще более духовных, то есть христиан. Риммам 4, 11 и Галатам. Означает ли сказанное златоустам, что сие обетование Господа распространяется на всех язычников, атеистов и сектантов, злословящих и проклинающих христиан? Не евреев, а и христиан. Я отвечаю, обетование, данное Абраму, распространяется на евреев до конца мировой истории. А вот все бы как, это уже сказано. Смотря по их жизни и назначению этой жизни. Если все они будут негодными, и только остаток спасется, но обетование будет исполнено в благословении спасением этого остатка. Относительно же христиан, о чем сказано в златоусте, это относится вообще ко всем людям. Не проклинать никого. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Вот так. Я сейчас выделю, как у меня делается, курсивом, и чтобы потом легко было найти. Благословляйте, а не проклинайте. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Это слово проклятие встречается в полной Святой Библии 162 раза. То слово благословение 499 раз. На каждое проклятие отпущено как бы примерно 3 благословения и как бы от Святой Троицы. Ну, потому что Священное Писание Духом Святым писали святые божие человеки, будучи движим Духом Святым. Я как-то занимался статистикой, потратил много времени, сколько букв, сколько в каждой главе, сколько каких знаков. И оказалось, вопросов в три раза больше, чем восклицательных во всей Библии. Все входит в рамки жизни по заповням Христовым. А откуда это известно? Из Священного Писания. То есть заповеди, исполнение заповедей главное. Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваше благословение и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить этого к тому сердцу. Речь идет к священникам. А я не благословляю. А Феофан Затворник говорит, священник говорит, я благословляю, а Бог говорит, я не благословляю. Что там утверждено будет? Матфея, я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Это послание апостола Павла Кремлина мне зря он говорил, потому что свойственно проклинать их гонителей. Если запрещено проклятие кого бы то ни было, то не запрещено к этим же людям отнести благословение их на добро и обращение ко Христу. В духовном, новозаветном рассмотрении мы и есть в Новой Израиле семя Авраама, и мы благословенны во Христе Иисусе искуплением в крови Его, как невинной жертвой за наши грехи, при принятии Его верою, как благословенно, обещанием Небесного Царства. И далее беру еще два места из Священного Писания, которые говорят. И не все дети Авраама, которые от семени Его, но сказано в Исааке, наречется тебе семя. «Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может и из камней сих воздвигнуть детей Аврааму». Ну, с окамененными сердцами, язычники, и мы тоже дети Авраама в духовном плане. Итак, мы усмотрели, что святой Иоанн Затаус прав. Теперь, конечно, я вижу, что это ответ, а не принятый мною в поспешности черновик. И какой ответ исчерпывающий, все сейчас же становится на свои места. Сердечно благодарю, Иоанн Тихонович, храни вас Господь. Я отвечаю, у меня в настоящих виртуальных друзьях, сейчас в моем мире, 4620 человек. Было же около 10 тысяч. Просматривая заново список, находил, что у некоторых нет имени, или вместо своего фото нечто иное. И я их удалил, больше половины. И ни к кому не отношусь, как бы с желанием быть в прежнем статусе, но похожем на его статус. Мне снятся постоянно аудитории, классы, университеты, институты, места, где я проповедовал Слово Божие. Притом одновременно в нескольких учебных заведениях, в отделах милиции, в воинских частях, на заводах, фабриках, на площадях, в метро, в храмах и так далее. Ну, как бы ностальгирую, почти завидую вам, дорогой брат. А он ведет занятия в университете, в академии государственной, город Красноярск. И курсы ведет при епархии с людьми. Юрий пишет. Считая ваши книги и слушая вас, Игнатий Тихонович, отчетливо понимая, что ваш путь, миссионеры, особое дарование милостью Божией. Этот опыт нельзя повторить, пройти. Но можно учиться по нему, подражать ему. Брать все полезное, притворяя в собственном благовестии, в славу Божию. Для вас такая огромная аудитория, ваша стихия. Но есть ли сегодня тот, кому бы пришелся по мерке такой объем? Жатвы много. И молю Господа, чтобы таланты все свои. Принести с благодарностью в служение Христу. Вам же, Игнатий Тихонович, всегда мой низкий и благодарный молитвенный поклон. Ну и добавка после письма. Лишь начало отвечать вам на сообщение, вынужден был отлучиться на аттестационную комиссию, где мне почти сразу поступило предложение разработать пособие для учителей начальных классов по основам религиозной культуры, а также проводить в нее урочные беседы и занятия со студентами, будущими учителями по изучению священного писания. И именно после этого вашего сообщения, Игнатий Тихонович, вот будто вы предугадали общую тему того, что мне скажет через 10 минут. Дивен Бог, слава Христу. То есть я ему говорю об этом, а он идет, и ему как раз это и предлагается. Мне пишет Артем Рублевский. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Благодарю за ссылки. Но я решил теперь пойти другим путем, кардинально противоположным пути христианина. Моя прабабушка занималась черным колдовством, чему и я теперь буду следовать. Я отвечаю ему. Второзаконие 18.10. Сейчас я постараюсь этого защернить, чтобы было видно. Я отвечаю на это. Второзаконие 18.10. Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это. Из-за сии та мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен перед Господом Богом твоим. И если какая душа обратится к вызывающим мертвых или к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то есть это уже развратник, блудник, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее, который делает ничтожными Бог знамения в лже-пророках и обнаруживает безумие волшебников, мудрецов, прогоняет назад и знания их делает глупостью. Царствие Божие не наследует, идолослужение, волшебство, вражда, волшебство, ссоры, ну и так далее, зависть, разногласие, ереси. Премудрец Соломон, премудрец Соломона, пали обольщения волшебного искусства, и хвостосво мудростью подверглась по смеянию. Я пишу, волшебники будут вечно мучиться в геении огненной, а он мне отвечает, да к геении огненной я и не верю, что она есть. Вот тут уже далеко зашел человек. В богач тоже не верил, а теперь мучается, горит в огне. Я отвечаю, можете войти в скайп, но это уже далеко дальше. Ну и все, теперь надо посмотреть. Вот мой мир. В моем мире Тут я выставляю все, что с канала, сюда переношу. У нас очень богатый тут материал. Тут у нас видео, фото 20555 и видео 4748. Вот можно заходить тут, писать, сообщать все легко. Интересно. Это сегодня опять записывается. Вчера не записывалось. Сегодня вот записалось. Дальше показать, какие у нас ресурсы. Слава Иисусу Христу! Старшая сестра поверяет меня. Живой, не живой. Что у нас? Это вот православный форум во свете Библии. Во свете Библии, вот написано, форум во свете Библии. Открытым оком. Ну и далее, это наш ресурс. Православный видеоканал. Здесь 5800, кажется, видеороликов. Просмотров 4 млн 416. Подписчиков 5342. Ну все это мелочь в сравнении с тем, что, ну там, допустим, Андрея Кураева. Ну вот к нам постоянно приходят какие-то клиенты. Вот сегодня я выставил, сейчас посмотрю посещение какое. Что-то не проворачивает. Не удается получить доступ к сайту. Ну вот видишь как. Почему я не... Вот было утром, я на нем был, работал, нет доступа. На одном месте стоит, крутит. Не удается. Закрыть. Еще попробуем с другой стороны. Дайте, есть или нет. Нету доступа. Хотел показать наши видеоролики за прошедший день. Ну видно, крутит на одном месте, уже не откроет. Не откроет. Что ты сможешь? Прямо не удается. Не удается. Ну еще раз попробуем. Уже через картинку войти. Чем связано это? Ну такое бывает. Не выходит все. Это уже ясно. К сайту нету. А как раз тут и не сайт. А тут... А ну-ка, атакует? Нет, в нашей воскресенье Библии. Там хоть ничего не открывает. То есть полностью закрыли. Пока я говорил сейчас. Ну а тут дома что у меня события? Вчера Никита меня подстриг. Волосы убрал лишние где-то. Никита, ты хоть когда стриг? Нет. Вот мне как раз такое и нужно. Только быстро делай это дело. Дал расческу, показал, как сверху чихать. Бежу, быстро все сделал. Я очень доволен. Значит, Никита сегодня, с ошарашенного дня, можно сказать, на тропу стать настоящим парикмахером. А парикмахер-то, что брить никого не надо. Маникюры, педикюры не делать. А только волосы лишние сострижь. Так не так и сложно будет. Волосы отстриг, чтобы не были длинными у мужчин. А у женщин вообще трогать нельзя. Ну и все на этом. События прошедшего дня. Я думала, Татьяна отстригит. Шею-то подстригим на шею, которая возит. Тихо.